Всем привет, это Крис Коп. И большое спасибо, а вы мне геймеру, за то, что я снова у него на канале. Хочу сказать спасибо всем подписчикам, и я ценю то, что вы также подписались на мой канал и стали его частью. Не думал, что у меня будет столько фанатов из России, и это просто потрясающе. Если вы смотрите это видео, то знайте, что я постараюсь ответить на ваши комментарии, используя английский переводчик. А сегодня мы будем смотреть SWAT 4 миссию Алмазный Центр Дюклиси. Должен сказать, когда я играл в SWAT 4, именно в эту миссию и я был в ярости. Чтобы пройти эту миссию, мне потребовалось попыток 11 или 12. И если вы перейдете на мой канал к плейлисту SWAT 4, вы увидите, как часто я терпел неудачи, но все-таки прошел эту миссию. Так что давайте посмотрим, как будут проходить миссию в этом видео. Миссия Алмазный Центр SWAT 4 имеет одну из самых больших карт, которые есть в оригинальном издании игры. О, чуть не забыл, если тебе нравится это видео, а также другие видео на этом канале, жми кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а также влепите пару лайков. Итак, давайте посмотрим SWAT 4. Здесь у нас используется мод Elite Force, потому что в оригинальном издании не нужны были противогазы. Также здесь намного умнее искусственный интеллект, плюс с модом Elite Force убрали множество ошибок, которые были в оригинале. Игрок решил использовать главный вход и двойные двери слева. Вот что интересно в этом сценарии. Я проходил миссию много раз и также заходил в эти двери, но игрок не беспокоится о подозреваемых, которые могут зайти в тыл через эти же двери. Я бы поставил клин во все двери, кроме тех, в которые собираюсь пройти сам. Если вы хотите посмотреть, как я играл в эту миссию, переходите на мой канал и посмотрите, как я ставлю клиния почти в каждую дверь и запираю подозреваемых в ограниченной области, пока я не приду и не займусь ими. Думаю, первая комната, в которую они вошли, была комната безопасности, потому что она вся напичкана видеонаблюдением. здесь они видят раненого офицера. Далее они уходят в следующую комнату и видят плохих парней. Один подозреваемый сбежал, но они не бегут за ним. Далее сам игрок идет следом и натыкается на другого подозреваемого. Обратите внимание, меню мода Elite Force тоже отличается от оригинального. В реальной жизни на данный момент времени другие оперативники будут приходить и выносить раненых. Также мы будем надевать наручники или стяжки на подозреваемых. Понимаю, звучит глупо, но это то, что мы делаем в правоохранительных органах. Также хочу сказать, что мы действуем не четверкой или пятеркой. У нас было бы две команды, которые разделились и заняли верх и низ, в конечном итоге соединившись в одну и одновременно выполняя зачистку. Это сложно делать пятью людьми, особенно если здание такое большое. Смотрим дальше. Вот-вот они откроют эти двойные двери и за ними возможно есть подозреваемые. Этот коридор нам дает доступ наверх и также доступ вниз к хранилищу. Наш игрок оставляет двойную дверь открытой и входит в коридор, где мы видим заложника. Да, это заложник. Теперь мы можем спуститься в хранилище или же подняться наверх. Он решает пойти направо в комнату. Мне всегда было непросто с этой комнатой. У него ограниченный обзор и он решает отправить туда своих оперативников. Должен сказать, что этот парень очевидно профи в этой игре. Он отступил и отправил своих ребят на поиск спасения. Мне нравится эта функция, потому что твои парни смогут поймать одного подозреваемого, арестовать другого, застрелить третьего и так далее. Также у них выше шансы спасти заложника. В принципе, мы сейчас это и наблюдаем. Мне нравится, как он использует свою команду. Некоторые люди критикуют меня за мою игру, говорят, что я играю в ковбоя, лезу на рожон, и иду в одного. Здесь я вижу, что этот парень использует команду намного лучше. Он молодец. Штурм хранилища для меня был очень тяжелым. С первых двух попыток мне это не удалось. Иногда справа от меня были подозреваемые. Когда вы входите, иногда у прохода прячется пара ребят. У него они были далеко слева. Ему повезло. Но потом в него все равно стреляли. Это выглядело так, будто игра заглючила, когда он вошел в комнату и увидел силуэт плохого парня с пистолетом, направленным на заложника. Его можно нейтрализовать, что он и пытался сделать, выстрелив в него несколько раз. Не знаю, что это за глюк или что это за патроны, которые не пробили жилет, но в конце концов ему пришлось применить электрошокер. В реальности шокер не пробьет такой жилет, у него не будет никаких контактов с телом, так что в подобных ситуациях я никогда его не использую. Говоря об электрошокере, многие думают, что это супероружие, потому что он пробивает даже мешковатую толстую одежду, но он не всегда эффективен. В конечном итоге парни входят в комнату, берут всех под стражу, и тут мы видели интересный момент, как один подозреваемый схитрил и сдался, подняв руки, а потом снова навел оружие и выстрелил пару раз в нашего парня. Так, сейчас они будут подниматься по лестнице на второй этаж. Боже мой, там очень много комнат. Наша группа поднимается наверх. И входит в комнату, а я использовал для входа в это помещение другой вход, и здесь есть металлодетекторы, но он решает вернуться в коридор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот интересный момент. Во-первых, не знаю, из-за мода это или нет, но я не мог смотреть в дверной проем без ослепления в такой ситуации. Я делал то же самое, и это меня ослепило. Во-вторых, они знали, что подозреваемый мог сбежать, и ему, наверное, следовало достать электрошокер и ударить подозреваемого, чтобы взять его под стражу. Но оперативники устранили его прежде, чем он смог открыть огонь. И вот что еще я заметил. Один оперативник, как мы это называем, заткнул дыру. Он был в дверях, наблюдая за тылом. Думаю, это было круто. Не знаю, опять же, может, все дело в моде. Но главная моя претензия к игре, что мои оперативники не держат фатальную воронку. Но, судя по всему, эти боты куда умнее оригинальных. Посмотрим, насколько хорошо он справится со вторым этажом и закончит миссию. Вот здесь можно столкнуться с несколькими подозреваемыми из разных комнат. Вот почему Клин действительно важен в этой миссии. Продолжение следует... Мы наконец видим, что он натыкается на подозреваемого, и наш парень весь красный. Так что он знает, если получит еще пару выстрелов, он мертв. Поэтому он отступает, и на балконе начинают работать оперативники. К сожалению, здесь слишком много подозреваемых, поэтому один из наших убит. Теперь необходимо нейтрализовать оставшихся противников. Интересно, какие боеприпасы он использует? Мы используем калибр 5.56. И у нас у всех одинаковые винтовки с одинаковым калибром. Кроме пистолетов. Мы можем использовать 45-й калибр, 40-й или 9-мм. Сейчас он потерял одного оперативника, и теперь у него есть только три, чтобы закончить миссию. Продолжение следует... Поехали. Субтитры делал DimaTorzok Он нейтрализовал последнего подозреваемого и спас оставшихся заложников. Было интересно наблюдать, как некоторые не хотели сдаваться. Им нужно было распылить перцовый баллончик в лицо. Что самое забавное, на своем канале я говорю о том, что если ты заложник или гражданское лицо, мы не собираемся использовать баллончик, бить вас или как-либо еще трогать, если ты не подчиняешься. Мне нравится, что разработчики пытаются что-то придумать в этом плане. Мы просто схватим тебя и бросим в наручниках, пока не докажем, что ты хороший парень. Но мы никогда не причиним боль, если вы не подчиняетесь. Так как в такой ситуации гражданские лица могут быть очень напуганы, и они просто не слышат тебя. Они лишь хотят быстрее выбраться из всего этого живыми. Мы это понимаем, и поэтому нас обучают специальной тактике, которая позволяет справляться с такими ситуациями. Он получил 83 балла за эту миссию. Знаете, я выучил кое-что из его прохождения. Он использует в своих оперативниках часто и вариативно. И я попытаюсь поиграть в SWAT, используя подобную тактику. Дело в том, что я слишком часто иду вперед, и, наверное, в этом моя проблема. Мне понравилась его игра, он очень хороший игрок. Не знаю, кто играл, но он определенно профи в SWAT 4. Окей, дамы и господа. Спасибо, что посмотрели очередной эпизод со мной на канале АВНЕГеймер. И отдельное спасибо за приглашение. Если вам нравится такой контент, переходите также на мой канал, где вы увидите, как я играю в LA Noire, Sleeping Dogs, SWAT 4, Обитель Зла, Red Dead Redemption и GTA 5. Их список будет пополняться. Итак, лидии и джентльмены, это Крис Копп. И я напоминаю вам, что мы можем изменить мир вместе, помогая одному человеку за раз. Мир.